Всем привет, с вами Ирина Корнева, и этим видео я открываю серию выпусков о том, как мы готовимся к мероприятиям, где я буду вам рассказывать про абсолютно разные пары и показывать этапы выполнения нашей работы, что мы сделали, каким образом мы подготавливаем мероприятия. Сегодня я буду вам рассказывать про пару Никита и Аня. Это ребята, у которых планируется свадьба 9 сентября 2022 года. И свадьба будет в Москве, но ребята находятся достаточно далеко друг от друга. Невеста находится в Москве, а жених находится очень далеко, и, в общем-то, они готовятся дистанционно, то есть жених постоянно не присутствует, там разница во времени не присутствует на подготовке. Сегодня у нас состоялась встреча с ребятами, встреча по декору. Я решила с вами поделиться тем, что мы показали ребятам, что мы презентовали и на чём разошлись, в общем-то, на чём договорились, что будет у нас на следующей встрече. Так, значит, сегодня мы показали презентацию ребятам нашим по декору, продемонстрировали и обсудили, какой возможен букет, дали варианты букетов. Так как у нас есть определённая идея, у нас у каждого мероприятия есть определённая какая-то идея. То есть когда мы готовимся, мы просим заполнять анкеты, и узнавая ближе ребят, и узнавая их истории, мы что-то придумываем. Так вот, мы решили сделать ребятам проект, который является отражением их любви, отражением их чувств крепких, потому что, несмотря на то, что они очень далеко, за несколько тысяч километров находятся друг от друга, несмотря ни на какие обстоятельства, они действительно очень ценят и любят друг друга. И мы стараемся через нашу концепцию, через декор показать те чувства, которые ребята друг друга испытывают. Значит, мы обсудили букетик, предложили разные варианты, и даже варианты с ландышами, так как невеста у нас очень нежная, очень приятная, очень трогательная, очень такая необычная, поэтому мы решили, что и букетик должен быть необычный, и, в общем-то, взяли сейчас паузу, будем думать, какой букетик лучше. Дальше посмотрели варианты тортиков, посмотрели варианты планов рассадки, и тортики решили, что у нас будет обязательно большой, высокий, масштабный, подходящий по нашу концепцию, и план рассадки мы тоже уже более-менее определили, какой мы хотим, чтобы был, хочется какой-то нежности, и чтобы он был высокий, как отдельная зона. И сегодня мы презентовали варианты еще с планов рассадки, чтобы это были какие-то маленькие картины для гостей, чтобы это были какие-то маленькие подарочки. Дальше, что мы обсудили сегодня, это основной зал. Значит, мы отрисовали эскиз, это зал наших молодоженов, мы отрисовали эскиз, и предложили совместить как раз-таки брутальность нашего жениха, он военный, и хотелось какой-то строгости, вот этой военной строгости, и при всем при этом нежность нашей невесты, и самое главное, чтобы, совместив вот эти два понятия, все это перешло в отражение любви и искренности чувств, которые есть у наших молодоженов. Именно поэтому мы сделали отражающие элементы, мы сделали здесь дорожку. Здесь мы сейчас нарисовали дорожку золотого цвета, сделали золотой президиум, добавили лампочки, но мы в дальнейшем хотим поменять дорожку. Дорожка у нас будет, скорее всего, другого цвета, чтобы она еще лучше отражала те самые чувства. Если посмотреть зал, он абсолютно пустой, здесь ничего этого не было. Мы сделали люстру большую, мы сделали достаточно масштабный балкончик вот этот, оформили балкончик по низу, и мы обыграли таким образом, чтобы было такое ощущение прозрачности, легкости, именно поэтому между колоннами этими мы выбрали место с прозрачными стеклянными окнами и решили ничего не ставить туда, никаких задников, ничего. То есть мы решили, что это будет именно декор цветами, декор зеленью, чтобы как раз продолжить вот эту идею, которую мы пытаемся обозначить, что у ребят есть какое-то свое райское место, которое полностью отражает их чувства, чтобы они, попадая в это райское место, ощутили вот это вот, в полной мере, так скажем, ощутили вот это вот чувство, которое они испытывают друг к другу, и чтобы все гости почувствовали вот то, что испытывают ребята друг к другу. Значит, мы отдельно отрисовали президиумный стол для ребят, вот таким образом он выглядит, и сделали, так как у нас акцентный такой декор, он не пудровый, да, он акцентный, и у нас есть темно-синие оттенки, у нас есть яркие фуксийные оттенки, мы добавили темно-синие оттенки, фуксийные оттенки на основной, на президиумный стол основной, да, и добавили это и на гостевые столы, и в декор люстры, и, естественно, на гостевых столах там вообще большой такой темно-синий оттенок, но так как есть вот это правило, да, правило двух, мы продолжили это правило, то есть сделали темно-синие скатерти на гостевых столах, и такие же абсолютно, такого же цвета мы сделали свечи на столах молодоженов. В дальнейшем мы хотим зажечь свечи, мы хотим, чтобы к вечеру было очень уютно, атмосферно, и чтобы было отражение как раз-таки от наших элементов зеркальных, от президиумного стола с золотым зеркалом, да, в котором будут отражать эти цветы, от пола основного, да, который занимает достаточно большую площадь, который тоже будет отражать нашу люстру, будет отражать наши вот эти все композиции, которые у нас по всему балкончику. Мы хотим, чтобы было вот это вот ощущение райского места, вот это ощущение какого-то невероятного места, которое создано специально для ребят. Значит, на чем мы сошлись, да, ребятам понравился наш декор, они сказали, что очень классная идея, они не ожидали, что это будет так, они не ожидали, что будет настолько масштабно и интересно, и они одобрили, в общем-то, все то, что мы показали, но мы решили показать еще один вариант и решили, что в следующие выходные мы встретимся и покажем вариант с пудровыми оттенками, да, потому что невеста очень нежная, и мы решили предложить второй вариант, чтобы основной оттенок был такой достаточно светленький. Поэтому мы поменяем цвет скатерти, перерисуем, мы поменяем немножечко нашу композицию, нашу люстру, перерисуем, и мы немножечко перерисуем балкончик наш. И цвет пластика, также зеркало, мы поменяем на зеркальный, на серебряный, чтобы просто показать вариант, потому что, ну, надо показать разные варианты, мы хотим получить вот этот эффект, что вау, мне нравится, я хочу только так и больше никак. Значит, вот такие вот небольшие отчетики, я думаю, что я периодически вам буду выставлять, если вам интересны такие отчетики, каким образом мы готовимся к мероприятиям, каким образом мы презентуем что-то и как происходит подготовка к мероприятию, напишите мне обязательно в комментариях и следите за различными проектами, которые мы готовим на 2022 год, и в дальнейшем будем готовить еще и на 2023 год. Жду от вас пальчики вверх, жду от вас комментарии, жду от вас подписку на канал и включенный колокольчик. Все, закругляемся, пока-пока.